у нас капец какой холод 12 мая сегодня вчера было очень очень сильно похолодало и сегодня дождь еще пошла холоднючий это крупный какой мне надо бак вытащить сережа въехал на работу сегодня его вызвали по вызову работе с вечера не вытаскиваем бин потому что у него кто-нибудь идет мимо ничего не накладывает свое или что не знаю бывает что навалят теперь здесь не больше нравится когда драйвы и ничего стоит и а в голубой бин бывает ну кладут посылки когда если у вас дома нет кладут почитали и у нас есть ой какой холод 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 вся промокла пока ходил сейчас буду убираться мне хорошо убираться когда серьезно работу уходит потому что у него как после него как мама и прошел в любом месте что взял там бросил кто мне подскажет вот посадила я салат вот этих три и крендер от крендер у меня хороший растет классненький все а вот салат я чё-то начала сомневаться наверно он я не знаю конечно как его выращивают но он как он может закрутиться в качанчики они дают латис это салат он качанами такими растет как заверена как сказать ну качанчик удлиненный такую форму он же не может на на 10 горшки закрутиться в качан не понимал вот он весь растопырился как-то не знаю наверное зря его посадила напишите кто знатный огородник тут у меня садовник буду ждать ответа так то они такие хорошенькие упругие листики но не представляю как он дальше может вырасти просто может такой растопыренный будет такими листочками посмотрим а тут у меня еще вот наташа привезла подарила мне цветок такой раз красавчик хорошенький и гераньку вот я купила мне уже сказали что нужно пересадить большой горшок литра на три но я не представляю куда мне можно его будет поставить как он углу какое место дома здесь хоть и пусть он небольшой но он не солнечный нигде нет такого места чтобы только на окнах если да наверное в ливенрум на окно поставлю потому что в консерваторе это бесполезно ставить там зимой холодно холодную погоду холодно а когда жарко там просто капец теплица парник настоящий хоть как открывая окна потому что все стеклянное и стены и крыша и там очень-очень печет и не думаю что там будет хорошо ну ладно посмотрим надо горшки вот теперь найти в магазинах ходить не хочется особо да и чудо как-то красивых не видела не знаю а эти у меня все маленькие такие красивые горшочки но они все маленькие они все литр полтора от сила поэтому надо поискать доброе утро сегодня 13 мая и у нас солнечно но такой холод ночью вообще под вечер температура упала и показывала что будет один градус всего ночью но было 5 я утром встала переговорится показала ночью такие вот скачки резкие и сейчас у нас сегодня 10 градусов то зимняя температура плюс 10 будет и к выходным опять скачок до 23 это здесь большая разница поэтому сосуды трещат и вот первый день когда вот это вот перемена жары на холод я просто вообще никакая ходила вообще такая в голове а а сейчас уже несколько дней и адаптировалась ничего нормально вот утром нас сереже второй день на работу сказали выйти ничего не известно когда нам выходить не выходить ждем жду письма опять письмо в прошлом месяце было что будет будут 80 процентов платить от зарплаты так как меня не вызываются всем и потом будут пересматривать сейчас жду опять письма что там будут пересматривать из баловыми на меня как и за детям хожу ну вот мы такие русские а потом сами копчем да кто не так делает я так я так так набрал взял в пакетку свалил помидоры я вот так в коробочку все складывают по ящичкам аккуратненько и салфеточку положу но если сам вот такой хлеба и он туда напихал хлеба колбасу помидор все в кучу короче проще пришел приехал туда там помещение ну никого нет все никто не работает она очень холодная говорила ему возьми куртку он не взял надел флис а там сидеть надо как дежурить вот приходили заниматься эти медсестры у него медицинский корпус и несколько дней дали курс они туда приходили и должны были рабочие дежурить что-то там надо помочь а приходится сидеть на одном месте и в общем ну короче замерз приехал говорила положи куртку возьми теплую в машину нет не положи пришел вчера просто еще ледяные руки не хватало еще заболеть он перед 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 коронавирусом когда заваруха это началась он так сильно простой тоже на работе и заболел что у нас вообще редкость простудное заболевание мы как-то не болел и кашлял как раз коронавирус соберу тресок такую колбасу покупает тоненькая тоненькая вообще тот же моего мизинца половину и она к бамоси такая когда снимаю видео на камере и у меня вот надписи в обратную сторону это никак не исправить мне говорят есть правило есть кнопка настройках камеры ее включаешь тогда тебя изображение не переворачивать не зеркалит а надписи никак они не исправляются поэтому еще не могу сделать только если перевернуть телефон и снимать с другой стороны опять же я себя не вижу но неудобно вот и поэтому здесь написано кабанусси знаю можно прочитать такие вот и он ее покупает прикольные такие колбаски прикольные такие колбаски что-то один раз попробовала они мне показались пересоленные что сочинить что сочинить что-то один раз что-то помин Hanukkah обжариваются 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 и обжариваются которые это Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok пирогомотом чай и роликрей. Хорошо, когда холодное утро и горячий чаёк. Я вспоминаю детский сад на свой, на севере у нас. И почему-то, не знаю, почему-то врезалась так в память. Сидим за столиками, низкие столики и такие большие зеленые чайники у нас были. И вот воспитательница наливала у нас на столе чай. Да, я вот хорошо помню, не боялись никого обжечь. Дети сидят вокруг, она чай наливает с чайниками большого. Такие большие зеленые, эмалированные чайники были. Спрашивайте, что он будет ей сейчас. Нужно спрашивать с вечера, потому что утром он плохо встается ему всегда. и он пока раскачается, и вы лучше вопросы не задавайте. Сейчас спустится. Не пропустила ничего? Чего будешь есть? Тошно. То даешь, то и буду есть. Так, я тебе положила тонкие колбаски, а... Ничем не колбаски. С тобой не надо на работу? Я в обед приду. А, ты до обеда? Ну ладно. Будешь икра? Давай икры поедим. Чего? Опять икра? У тебя нет котлеты? Да. Простые советские котлеты. Слушай, я пожалуй от этого все. Упска. Мы тогда ходили с Наташей. И... Что, не взяли ничего с собой? Да мне вот, представляешь, шли это, ну там в магазин надо было заходить, не зашли. И из дома нечего было взять. Да там ведь маленькие такие плавали, прям мне до сих пор жалко надо пойти пока. Ну... Пойдешь с нами? Ой, не знаю. А что ты хочешь? Не, поехать я могу туда походить, там. Но отсюда туда я не пойду. Это доляков очень. У меня ноги болят потом. Откуда, куда? Отсюда, если пешком я туда пойду. А ну что, у Джессики ноги заболели? А ты знаешь, сколько мы тогда прошли, у Джессики ноги заболели? Ну... Там такую длинную дорожку... 5 мм. Нет. Там такую... Ее продлили куда-то вообще чуть не до какого-то мотовое. Представляешь? И мы в самый границ туда упёхали, конечно, они заболят. Она тоже сидела весь коронавирус дома, не двигалась. Это же, когда чем меньше двигаешься, тем больше у тебя будет все это болеть. Да. Ты с машиной не сладишь. Согласен? Да. Вот. Поэтому и болит. Может, вы начинали ходить? Ты доволен был? Нет. Они это самое. Опять начнут. Они болят не так болят, как будто я прошел. Устают. А у меня колено болит сейчас. Я... Ты будешь... Да. Печень трески. Да. А ты будешь? Я сейчас не буду. Не, не надо открывать меня. Я сейчас... Воду туда... Открывать-то не надо. Как-то надо все порезать. И пойти и покорить. Кстати, там птиды было очень немного в этом году почему-то. Странно. Ну, еще не прилетели. Ха-ха. А еще раз, знаешь? Да. Ну, все зоны там живут. Ну, это самое главное-то этот... Лебедь-то? Лебедь, который я тебе послал. Ну. Там самец. Это, конечно, примерно семенины. Не, я говорю, как они залазят под крылья туда. Я никогда не знал, что там... Что они вот так вот... Ну, это не знаю. Залезли все. Ну, да. Здесь сколько на этом мы видим? На озерах тут они воруют рядом. Ну... Потому что это он в семье на кого-то? Нет, это, как сказать-то... Он плавает рядом, они здесь тоже плавали рядом. Это просто они поплавали, или устают там, или как-то. И распрячутся туда. Может быть, не знаю. Он там стоит, ждет, ты понимаешь? Он смотрит так, и один остался там, и еще никак не залезет туда. Ну, это... И когда он как-то... Как на корабле... Он, увы... Их... 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 Где? Один. А другой плавал. А третьего не было. Опять вот пара. Больше... Что-то здесь как-то они... Интересно, и малыши у них надеваются. А все остальные... Ну, где здесь сидит? Один. Один. На все озеро. Тот же. Ну, да. А один, этот самый, этот... Второй папа вокруг ей ходит. Ну, я говорю, та же папа. Да. А один одиночка где-то, да. Ну... На ромке где-то будет. Кто-то покупает. Он, конечно, им отдает. Ну, что нету карточки? Ты куртку с собой возьмешь? Да не, не буду еще. Опять? Я сегодня на улице не буду. Еще трудно ее в машину положить. Какую? Эту? Ты вчера тоже не собирался. Мерзнет там. Она не греет все равно. Хватит целоваться. Все, езжай. И записывайся. Конечно! А вот так. Все для истории. Все для тебя. Да. Будешь потом вспоминать, какие мы молодые были. Целовались еще. Так, какие еще все тратят. Еще. Да. Так, а что я хотел еще? Не забудь. Так. Надо поискать. Надо поискать. Приедешь еще надо. Надо бен перевернуть. А в бен мы не ходили. Ну, перевернем. Там ничего нет. Там на дне он. Ну, серый. Серый надо перевернуть. Ну, не знаю. Ой, слушай, они замерзли у тебя. Чветочки-то. В холодильнике. Сейчас. В холодильнике. В холодильнике. В холодильнике. Эти вот хорошие стоят. Уже осыпаются, смотри. У тебя холодно? Ой, пошла я. Холодно. Звоните, пишите письма. Хорошо. Все. Проводила. Иди, ворота открой. Я тебе эту штуку дам и закрою. Какую? Ну, век, который придет. А, ну, давай. Готовила сегодня рыбу на капустной подушке, написали мне в комментариях, кто что готовит. И я теперь оттуда потихоньку копирую. Ну, что-нибудь мне понравилось название, я ищу рецепты делаю. Вот сделала капусту, пожарила, потушила в кастрюле. Со специями. Такие специи купила. Кошка. Перед, соль, ну, как обычно. Зелень, петрушка, укроп. Здесь все. Вот. И положила на дно вот этой формы. Я выложила слой. Потом слой рыбы белой, нежирной. И сверху опять слой капусты и сыр еще что-то решила добавить. Не знаю, от себя как бы в рецепте этого не было. Ну, посмотрю, что получится. Надеюсь, что будет вкусно. Потому что и рыбу я люблю, и капусту обожаю во всех видах. Сейчас буду запекать. Поехали. 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 Поехали.